Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Пациент маленький, защита большая. В Беларуси начали вакцинировать малышей с 5 лет. Коронавирус уже подтверждено. У детей вызывает 6 раз больше диабетов. Как записать ребенка? Бобруйск театральный. В городе пройдет республиканский фестиваль национальной драматургии. Мы приглашаем всех зрителей. Какая программа? Человек сделан из книг, которые он читает. Пионер из Бобруйска создал благотворительный проект. Я подумала, что если собирать макулатуру? В чем его суть? А также отечественное зерно, школьная готовность и онлайн паркинг. В столичном аэропорту появилась новая услуга для автомобилистов. Как ей воспользоваться? Богатство республики. Президент с рабочей поездкой посетил Смолевический район. Александр Лукашенко ознакомился с селекционными полями по выведению сортов пшеницы и зернобобовых культур Центра Национальной Академии Наук по земледелию. Специалисты доложили о ходе полевых работ как в регионе, так и Беларуси в целом. Глава государства заявил, дисциплина и строгое соблюдение технологии. Вот рецепт высоких показателей урожайности. Нужна диктатура, а у нас она есть, давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как это надо. Сегодня есть поля и хозяйство, которые выдают 90-120 центнеров. Давайте посеем меньше, то есть площадь будет не 1000 гектаров, а 500 гектаров. И получим там 60 центнеров, а не 30. Вот этот год, а зимы и следующие, должны быть переломными, если мы хотим богатыми быть в сельском хозяйстве. Почему фермеры некоторые сегодня в депозитах держат миллионы рублей? Почему у них деньги есть? Не только потому, что это свое, это точно. Своё, к нему по-другому относишься. Александр Лукашенко подчеркнул важное семейноводство развития аграрной сферы страны. В прошлом году на белорусских полях возделывалось более 170 сельхозкультур, которые селекционировали местные ученые. Внимание со стороны государства еще и потому, что это импортозамещение. Ведь ситуация с ценами в мире серьезная, гибридные семена тоже дорожают. Опасность долгой дороги. В Бобруйском районе погиб водитель грузовика. Авария произошла около 4 утра в деревне Слободка. Автомобиль съехал с проезжей части, протаранил бетонные ограждения и столкнулся с полуприцепом припаркованного МАЗа. Серьезно пострадала кабина ДАФа. По предварительным данным, 49-летний мужчина уснул за рулем. Беречь здоровье нужно с молоду. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса детей с 5 лет. Прививают китайским препаратом Синофарм. Только при согласии одного из родителей маленького пациента. Перед процедурой обязателен осмотр врача. В Авруське также открыта запись на иммунизацию. Обращаться нужно в поликлинику по месту жительства. На все вопросы ответит участковый педиатр. Коронавирус уже подтверждено. У детей вызывает 6 раз больше диабетов, миокардитов и нарушение центральной нервной системы. Дети становятся слишком гиперактивные и перевозбудимые. Рост заболеваемости COVID-19 прогнозируется в сентябре. Поэтому сейчас самое время прибегнуть к бустерному уколу. Если прививка первичная, подойдет гамм-ковид-вак или вероцил. Для ревакцинации лучший вариант спутник лайт. К слову, повторную инъекцию в Бобруське сделали почти 40 тысяч человек. Сахарное постановление, удобная услуга и новый паспорт. Президент подписал указ о приеме иностранцев в белорусское гражданство. Такие страны в списке. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент подписал указ о приеме в белорусское гражданство 401 человека. Из них 86 детей. В основном это приезжие из Донецкой и Луганской областей. В списке также иностранцы из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, России. Всего же с августа 2021-го выдано больше 5,5 тысяч новых паспортов. В Беларуси продлили лицензирование на экспорт сахара еще на полгода. Напомним, постановление действует с февраля. Вывозить продукт можно только разово, с разрешения марта. Вопрос необходимо согласовать с Белгоспищепромом. БелЖД установило 29 терминалов самообслуживания на станциях и остановочных пунктах. Всего же по всей стране их 216. При этом продолжается внедрение онлайн-каз нового типа, которые принимают не только карты, но и наличные, выдают дачу. Оформить билеты можно на трех языках. С начала года квитки таким способом приобрели 3,5 миллиона человек. Более 80% белорусских школ получили сертификаты готовности. Проверяют пожарную безопасность в соответствии гигиеническим нормам наличия учебников. В новом году будут работы 2910 учреждений общего среднего образования. За парты сядут больше миллиона учащихся, а среди них 115 тысяч первоклассников. Услуга бронирования парковки в столичном аэропорту теперь доступна онлайн. Пользователи сервиса «Оплати» могут зарезервировать место и открыть шлагбаум со смартфона. В приложении необходимо выбрать нужные даты и время, ввести информацию об автомобиле и номер телефона. На период тестирования услуга бесплатная. Встреча с Мельпоминой. С 11 по 16 ноября в Бобруйске пройдет 8-й республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича. Цель спектакля представят коллективы из Бобруйска, Бреста, Гомеля, Минска и Могилева. Все постановки исключительно по произведениям белорусских авторов. В конкурсной программе «Спектакль театра драмы» заявлено 7 постановок. Номинации «Эксперимент» – 3. Главная цель – это, конечно, выявление новых пьес, новых драматургов и популяризация всей белорусской драматургии. Мы приглашаем всех зрителей, всех гостей принять участие в просмотрах этих спектаклей. Конечно, вы сами понимаете, когда полные залы, тогда интересно играть. Фестиваль познакомит зрителей с разнообразием тем и образов национальной, классической и современной драматургии. Круглые столы, мастер-классы, читки пьес, лекции и экскурсии – также в программе Бобруйского феста. Книги вместо листовок. Семиклассник из Бобруйска запустил собственный проект. Помогает в его реализации пионерская дружина. Ребята собирают макулатуру, после сдают ее и на вырученные деньги покупают литературу на белорусском языке. В канун Дня знаний мини-библиотеку передадут в детский дом. О добрых делах расскажет Ольга Васинда. В свои 13 Марат Блинов уже прочитал несколько десятков произведений. Предпочтение отдает родному белорусской литературе. Полесские Робинзоны, песня про зубра «Маленький принц» за любимым делом проводит большую часть свободного времени. Уверен, книга – лучший подарок. Тем, кто не может ее купить, мальчик помогает. Семиклассник – создатель благотворительного проекта. Я больше стараюсь говорить на белорусском. Смотрю там мультфильмы на белорусском, читаю больше. После проекта от БРПО «Зарница онлайн» я начал думать, какой проект можно создать. И тут я заметил то, что возле почтовых ящиков иногда валяются такие буклеты, там всякие газеты, журналы. Я подумала, а что если собирать макулатуру? Сбор – это первый этап. Второй – сдача макулатуры в пункт приема. Третий – покупка на вырученные деньги книг на белорусском языке. Финалом станет передача художественной литературы воспитанникам детского дома в канун Дня знаний. Присоединиться к проекту может любой желающий. Например, возле почтовых ящиков в подъезде оставлять специальную коробку для бумажных отходов. Это инициатива детей. И когда инициатива приходит от детей и для детей, это всегда очень важно. Это всегда очень нужно. И я думаю, что, как любой родитель, ее всегда поддержит. Проект поддержала и оказывает помощь пионерская дружина. Своими силами ребята собирают макулатуру, складывают ее в импровизированный ящик и к нему прикрепляют наклейку с названием «Акции». После размещают фото в социальной сети со специальным хэштегом, что служит своеобразным отчетом и примером для других. Детская палата города Бобруйска славится своими креативными, талантливыми лидерами. Уже не первый год ребята доказывают о том, что их проекты важны, нужны. А главное, они реализовываются. Марат уже сдал больше 145 килограммов макулатуры. На вырученные деньги купил 12 книг, которые совсем скоро отправятся в детский дом. Главный лейтмотив проекта – сделать мир чище и добрее. Ольга Васенда, Максим Голеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы впереди каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова